Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это значит, что вы на канале Лёша Играет, а я продолжаю на уровне сложности Божество со всеми последними дополнениями и с тремя режимами, даже с тремя режимами, играть за Маури на гигантской карте Континенты. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Итак, у нас тут проблема со взятием столицы Мапучи, потому что тяжелый подход. И как видите, получилось, что военный лагерь он правильно поставил, потому что вот именно эту клетку надо контролировать. Именно здесь, сюда надо подходить катапультами. Ну да ладно, у нас 4 хода до следующей эпохи, нам надо выйти в героический век. И не хватает у нас буквально 2 очка. То есть Мороя я уже построил. Давайте глянем, что вот у нас тут появилась, видите, культура и вера на проходимых. Красиво. Красиво выглядит, ничего не скажу. Уже 60 культур и вход. Норм. Так, тут у нас кипи. Ребят, ну тут еще, видите, Кубилай Хан город поставил. Но я думаю, что я захвачу когда Мапучи, вот эти вот два города, я нападу и на этот город, и захвачу он, считайте, сделал так, чтобы мне не надо тратить поселенцев на постановку города. Единственное, что может быть я, наверное, все-таки немножко, хотя без разницы, нормальный так. Так, что мы в столице будем дальше строить? Мороя построена. Ну давайте я уже в библиотеке и универ, хотя промышленная зона. А тут непонятно, кстати, в столице где ее ставить, потому что тут будет театралочка. Может пока без промышленной зоны обойдемся. Я реально тут хочу больше театралка, чем промышленную. А, наверное, вот сюда надо будет. Тут как раз и рядом с театралом. Ну, хотя бы плюс два будет, так. Давайте пока предварительно поставлю сюда промышленную зону. Я знаю, что тут хотел, даже плюс три будет. Хотел какое-нибудь чудо, но... Хорошо, а Геликарнас я буду строить вообще? Может, все-таки Геликарнас наконец построить? Ну, жалко вот это место. Когда может Вапанга все-таки Геликарнас построить? Вапанга будет долго. Тут без, мне кажется, Великого Человека... Исидора Милецкого... Ммм... 720. Слушайте, а может покопить религию и выкупить Исидора Милецкого? Он как раз... 107 дает, да? А Мавзолей 200. Ну, то есть за два заряда он строит Мавзолей. В принципе, Вапанга очень неплохо будет Мавзолей, да? О, копите до 11 даже уже вырос. Я думал, будет в районе 10. Нет, 11. Хорош. Видите, уже все нормальные клетки он обрабатывает, видите? Больше тут даже нечего делать. Нет, давайте в библиотеку. Тут пойдем в универы. Надо... А тут что я потом засоюжу, ну не засоюжу, хотя бы отправлю туда... Моих ребят. Так, апгрейдимся. Наверное, лечимся. Я убью этого парня. Так, лошадка лечится. Так, два хода. Ну, по идее, я успею. Успею поставить мое это улучшение. У нас рабочий на селитру идет. Там селитра важна. Оружейная у нас построена. Так, там дамба делается. Вот там промышленная зона. Так, надо мечника как-то убивать. Давайте отойду сюда. Не апаю в арбалета, потому что... Под потеряю. Я хочу мечника добить. Топудово. Так. Сюда отходим лечиться. Сюда контролировать этого. Как я. Кстати, колумбиец не хочет еще со мной мир. Нет. Это неадекватное предложение. Пускай пока стоит. Пускай его обстреливают. Его все равно не убьют. Так. Вот этот... Какие у нас еще караваны бегают? У меня два бегают к Кабулаеву. Дальше Испевин Паву как раз бегает на производство из Апанга. Давайте мы, наверное, отправим вот из этого. Скопите. Тут надо торговый путь делать. Если он получится, потом до Египта будут добегать караваны. Тут, кстати, следовать надо. Тут стоим. Ремонтируемся. Промахабот. Истерьезный паводок. Кмарая. Какой город голодает? Подождите, вот этот? Да. Пофигу, да. Добиваем колумбийских дуболомов. Так. А вот что там в Пивен мапу? Вообще тут надо разобраться с этими... Боже, с районами. Ну вот тут, смотрите, компьютер сделал... А, нет, есть акридок. Вообще, на самом деле, нифига еще не понятно. Давайте тут рабочих делать. Нам надо все тут улучшать. Я бы даже, наверное, карточку поставил. А, некуда поставить. У меня плюс 5 надо к силе и бонус соседства кампуса надо. Два рынка. В гильдиях пошли гуманизм открывать. Вообще, что я сейчас открыл? Не на... Не наемников, наверное. Наверное, на морскую... Не, или наемников я открыл. Может мне поставить скидка на улучшение юнитов тогда? И вообще, я бы еще в культурный какой-нибудь город поотправлял послов. Вильнюс от Союзов дает бонус, поэтому нету смысла. Кагуана. Батей можно строить. За каждой примыкающей культуры. Продает туризм после открытия авиации. Ну... Внутри, наверное, можно. У меня нету художественных... Вообще, не знаю. Квестов тоже никаких нету, да? Квестов никаких. Ни одного города-государства нету. Ну, блин, наверное, пока бы еще не отправлял туда послов все-таки. Так, пивен мап усиленно... Не, да, где... Что, как минимум 9-10 ходов? Так, я иду в... Бомбарды. Я решил через мушкетеров апнуть мушкетеров, например. У меня тут этих... Ну, хорошо, вот эти ребята, сколько они, в принципе, сейчас силы имеют, грубо говоря? Ну, вообще 60? Воевомощность клинки ближнего боя. До повышения. Нет, ну так-то 36. И они минус 5 дают пикинеру. Там будет... Кризис скоро закончится, кстати. Ну... Три хода порох. Наверное, все-таки надо поставить карточку на апгрейд. Тем более, у меня там есть и арбалета проапгрейдить. Давайте... Вместо 30 процектов я тут гавань строю. Тут маяк. Содержание юнитов. Дай даже, что-то, что-то, содержание уберем. Я хочу гавань быстрее построить. Монархию точно нет. Тут к боевой мощи и опыт. Пока олигархию оставляем. Ставим скидку в золоте вместо содержания. Так, 107 в ход. Ну, нормально. 9 золота в ход вообще было. Вообще, я только арбалет получается сейчас проапгрейдить. Ну, это уже странно вообще просто. То есть, вот один лук я про... А, Ереван. Смотрите, я думал, там Ереван... Так что, там убили Ереван. Кого убили мне? Лучника? Подождите. Где-то мне лучника убили? Странное предложение. Подожди, давай ты мне еще шелк дашь. Это еще и трюфеля, слушай. Тут у тебя много всего вкусного. Тоже за один ресурс дает. Может, ты мне и денег дашь? Ну, это вход. Восемь, вход, девять. Вход. Здесь он уже не хотел. Отличная сделка. За один ресурс роскоши 3. А вот и Россия. Ну-ка, глянем, как у нас Россия держится. 8366. Хорошо держится. Самая большая. Нет, у Египта самая большая. Так, а где мне лучника убили? Блин. Вот, то есть вы хотите сказать, что компьютер не видит карты. Вот как он мог видеть этого лучника здесь? Тем более, что я этим лучником, по-моему, тут убивал колумбийского дуболома. А это Мапуча прибежал. Военного союза у них точно нету. А, подождите, у них кризис, у них общая видимость. Тогда ладно. Тогда ладно. Ну, тут, конечно, забегание в тыл неприятное. Тука. И получается, я этот... Карточку на... Ну, по идее, он должен от меня убиться, если что. Я тут... О, все, ставлю па. Или подождать, давайте подождем. Вдруг я еще такую-нибудь получу очко эпохи. Я здесь не буду тратить ту возможность. Так, коня не должны там убить. Тут у нас еще есть жемчуг. Так, тут у нас на производство хочу. Мне надо сплавать, открыть города Египта, чтобы я мог туда из копить и отправлять. Потому что, на самом деле, тут как бы считается, что я не вижу проплыва. Ереван убили, катакуин, дворец Патала венгар построил. Давайте посмотрим, не воюет ли с кем-нибудь. Ну, Россия с кем-то воюет. И отношения с половиной мира хреновые. А ресурсы есть лисички. Ой, калинка пошла. Как у нас тут? Плюс три довольства, плюс два. Ну, может, еще и у кого ресурсы есть. Благовоние я выцеганил. По вену три уже у Египта. Может, все-таки появилась одна? Есть. Отлично. Давайте на оливки. А, вот тут она, конечно, однократно нормально. Однократно меня устраивает. О, уже плюс три. То есть, плюс десять процентов. Кресам. Так, что тут у нас Эфиопия, Венгрия и Португалия в лидерах. А что? Ага, Венгар первый. То есть, Венгар самый развитый у нас. Нормально. Слушайте, я на пятом месте. Все не так уж и плохо, на самом деле. Так, что у нас еще по ресам? Вино я поторговал. Трифеля, Миха, Ртуть поторговал. Нефрит я воюю. Ладно. Еда, рост. Производство пока чисто. Еда, производство, дамбу строим. А в этих городах нет смысла ставить на рост, потому что они не растут. Когда захвачены, надо сначала победить. Мапуча. Меня волнует, куда-то эта тварь побежит сейчас. Нет. Вернулся обратно. То есть, он забежал чисто лучника убить. Представляете? Конечно. Русское посольство. У Маури. Всегда приветствуется. О, я уже с Миниликом могу дружить. Так, давайте дружить. Больше торговых путей. Я первый, кто нашел магазин. А, это, наверное, эти варвары. Появились. Как понять? У них... Те города государства, которые из варваров появляются, у них на мини-карте белые границы. Вот я лучше вам покажу. Вот, видите. Они такие белые. А черные, это изначальные города государства. Ну, Магадиша, хотя, ничего такое. Это вместо Лиссабона, и теперь ваши торговые юниты неуязвимость на водных клетках. Так, только ходов. Еще два. Можно ли мы где-то этим ходом получить... Одно очко эпохи. Сейчас мы глянем, какие тут у нас очки эпохи еще остались. Недаром, как говорится, ставил... Но мне один нужен. Тут осталось. А, ничего. Впервые использовать алюминий, нефть, селитру, уголь, уран, но я не успею селитру использовать. Хотя, подождите. Не, наверное, даже успею. Сколько тут требует... А, все-таки 20 единиц селитра. И никто меня не продаст, да? А ни у кого нету селитры еще вообще, обалдеть. Блин. Так, селитра в пролете. Не то смотрю. Что осталось? Учреждение инквизиции, создание первой корпорации, уран, уголь, селитр, алюминий, первый флот. О! У меня же нету вообще кораблей, да? Ну, там, кстати, много очков сдает. Тоже жалко. Могу кого-нибудь великого человека попробовать? Это я бы копил... А, уже забрали того инженера. Ну, вот. Просто одно. Ну, слушайте, ладно, у нас тут два хода осталось. Давайте подождем. Вообще, мне дают еще за постройку районов, но ведь тут два хода район. Я его никак не ускорю. Если бы гавань достраивался, я бы за это очко получал. Ну, ладно. Может, развлекательный разграбить? А, здоровья нет. Мамель. Так, этих, как я говорил, я тут трое рабочих, чтобы отправлять сюда. Не хочу лянг пересадить, потому что тогда производство вот это все уйдет. Оно дает вот это производство здесь. А так в этом городе вообще нету производства иначе. Ну, давайте сюда. Жемчуг пообрабатываю. Так, в столице, видимо, универ. Или промышленную зону, все-таки. Что тут откладывать? А, давайте промышленную зону. Пока она никакая, но что мы построим тут, акведук. И станет какая. Так, и у нас, по-моему, есть лишний, да, торговец. Глянем. У нас вообще тупны. Из Апанга в Пекин. На деньги. Бегает к мини-лику еще даже. Ну, я бы, наверное, на деньги все-таки отправлял. Тут мне на производство... Не особо сейчас надо. Давайте из Апанга в Пекин отправлю. И, в принципе, я бы купил... У нас, опять же, хотя я слищу куда вам грейдить... Нет, я не буду слищу куда вам грейдить. У меня нету столько селитры. Так что я бы, наверное, купил в библиотеке. Ну, 180, не так много, у меня 130 в код. Они по плюс 2. На самом деле, они по плюс 3 будут. Тихотуса будет союзником. Ну, продолжаем строителей здесь делать. Магадиши проложить торговый путь. Главное, я захватил город Мапуча. Он кинул против меня кризис. А то, что колумбиец у него захватил город... Не, нафиг надо. Нормально. Нас устраивает. Кстати, в Нагомапу можно реально здесь кампус. Потому что, когда здесь будет театралка построена, тут будет плюс 2. А потом мы еще подумаем, что какие-то районы влезут. Например, промышленная. Ух ты, промышленная на плюс 4 вот тут. Давайте я тут помечу, что будет промышленная. Нам, кстати, вот сюда как раз развлекательный встанет. Видите, плюс 5 будет театралка. Плюс 2 кампус. Еще какой-то сюда может быть район. И, короче, мне сначала надо строителей тут делать в этих городах. Так, последний ход надо не забывать. Чтобы выйти в героический век. ГГшку какую-то победили. Ну, вообще, было бы замечательно просто кого-нибудь встретить. Но, видите, как-то... Не удается пока. Реально ни у кого селитры нету. Только у меня. Это вообще, конечно, смешно. Войнный кризис мне предлагают предложить. Так, вот я на деньги решил отправлять. Пекин. Вот колумбиец настырный, да? Нет, не убьет. Стоим. Ну, короче, могу это устроить. Я, конечно, не уверен, что даст ли она очки эпохи. Давайте смотреть реально. Что нам еще тут осталось? Ну, за чудо света. Кстати, кризис преодолен. Нет, три хода еще. Давайте на одну очко. Есть что-нибудь вообще? Так, армия мобилизована. Невозможно. Это тоже все невозможно. Маневизирован ущерб от затопления. Ниана нанят великий человек. Снаружен артефакт. Чудо. Супершпион. Торговую полосновую цивилизацию. Ущерб от паводка снижен. Ну, вот великий человек. Но у меня не хватит ни веры, да, ни жаль. Теперь тут. Все губернаторы назначены. Первая армада. Первая армия. Первый корпус. Первый крупный город. Упрощение инквизиции. Спутник выведен на орбиту. ну вот кстати я могу хатусу умиротворить все равно мне надо куда-то одной сервисами надо будет в научный город отправлять послов правильно а тушу я надеюсь никто тут захватывать не будет она немножко не хотя колумбийская что может вот это мне даст 2 очка эпохи наверное стоит да наверное стоит сколько кстати апгрейд 60 в принципе 120 просто видите я могу почему мушкетера хочу еще одно чтобы прямые паруса паруса ускорить ну ладно давайте хатусу там 7 то есть 5 надо или или нам недостаточно усмирить подождите давайте попробую 6 отправить есть плюс 2 и выход в героический век ну я считаю в мауре реально заслужили героический век здесь магадиша сразу кто-то скупил ладно не магадиш не очень прям нужен кстати мне кажется я могу выполнить это но дело в том что если сейчас приму его той мапучи может принять и мы с ним замеримся нет мне придется против голосовать на самом деле я мог бы этот кризис выполнить шмет тут два города мапучи захватить и этот город но к сожалению шанс того что мапучи тоже за него проголосует высок вьетнам неизвестный военный кризис не принят против колумбии принят против египта какой-то неизвестный против него голосовал так мы уже в возрождение вышли я пожалуй ничего не буду менять политический курс давайте решим их можем взять реформа денежного обращения отлично торговцев нельзя гравить плюс резинец населения в новых городах на других континентах вот это не надо нам монументальность возьмем но видимо здесь живут дракон пошли сход евангелистов нафига мне вообще ничего не разношу отлично так у вьетнама селитра нету нету египта есть а что есть у вьетнама ничего вид нам он там сверху да они это это россия у нас там а где вьетнам или мы не обменялись данными о столицах ладно так всадники прокачиваем убиваем мечника убиваем дуболома лучше тут катапульту по покачать немножко надо было сначала подойти рыцарем хочу катапульту завалить так ну что вот интересно сейчас даст мне очки эпохи да дает но только а нет вот запа мне дали четыре очка и плюс один еще за то что тут улучшили ну то есть это дает четыре очка эпохи отлично на будущее раз два хода до конца кризиса который мы благополучно артуса заповедник дает кагуана промышленную зону вот это мы как раз выполним ну-ка сколько у нас здесь плюс семь промышленная зона есть дамба есть акведук все еще не могу здесь театралку делать так мастерская плюс три ну и центр коммерции вообще-то мне тоже хотелось бы но и рост тут нужен как бы медленно растет восемь пожалуй блин ну тут улучшенные фирмами нету то есть просто плюс 1 еда это слабовато может поставить пока центр коммерции отсюда например какую-нибудь знаешь тут плюс 3 но я бы ферму оставил да но с другой стороны у нас тут уже 3 метра на театралка не будет хватать она поехали универ так так стоим принимаем на себя все выстрелы так на раскидку или оставить пока просто тут селитра очень нескоро вот это жалко что кашек столицы относятся ведь мне даже нет нету смысла с бомбардами спешить потому что у меня не будет селитры и хапнуть она типа как книга печатание через замки да да я не хочу олигархии убирать слишком быстро юниты качаются под олигархии так ладно давайте знаете что сделаем может было а черная плюс 5 было давайте я поставлю первый посол сейчас в культурные по отправляю послов а сюда древнего мира античности ну такая видимо содержание юнитов пока поставлю хотя может скидку как раз стоимости в ресурсах вот давайте так да кстати вот это лучше и здесь еще когда я смогу в мушкетера отнуть и отправлю в кагуану стопудово не знаю стоит ли в вильнюс промышленную зону преслав 2 единицы лояльности на такое но в данном случае мне это уже не нужно и себя играл все еще в три города преслав был бы конечно решением тем более у меня есть военный лагерь ну третьего пока нету сумма давайте может про вильнюс где по собой с вильнюс например захватить могут кагуана так с положено что только си колумбия ну просто я думаю что надо открывать гильдии за один ход раз пойдем еще в госслужбу дальше я уберу надо ну давайте ладно вильнюс отправлю так ну и все больше пока некуда не хочу хатусу союзить чтобы на нее не напали и начали убивать то восемьдесят два португалия сто пятьдесят шесть венгрия все любились от меня дуболомы у махпучий флотоводец на озере хоккель камеш раннюю империю открыл наконец сейчас меня забанят но я бы забанил нефрит конечно стоимость производства и приобретения военных юнитов снижена за производство давай так а тут прям в нефрит вольюсь в а вдруг ну потому что это только у колумбии он красители ухты впервые вижу в игре в жизни чтоб что забанили не тот ресурс который который у меня есть во множество которое у меня нету вас и сниженный производ отлично бонусы соседства промышленной зоны правда но вообще одна уже есть у меня бонусы соседства центра коммерции так ну ставим конечно же бонус соседства промышленной зоны вместо ветеранства дальше апгрейдим то вот у нас 2 уровня есть повышать губернатора или нового сажать тут у нас все сидят 14 производства красиво управляем рабочих ну и тут продолжаем рабочих делать до открытые границы с гильгамешем у него три золота и шесть золота вход совсем что-то грустно это обижает гильгамеши все ну войны у него ни с кем нету рука но не от один город отвалился тут вон киш по-моему это какой-то даже другой бы мне кажется его даже уничтожили этот город который отвалился быть глянем сколько у шумера ну шесть городов это можно играть а у китая и у китая 6 это можно играть ладно давайте думать с губер наверно в нагмапу посадим виктора тут у нас война забегают постоянно к нам серьезно эти ребята ремонтируют фермы вы видели то может ремонтировать улучшение вау вот это новая информация не пур у рук ну маленький кэш и города маленькие следующим ходом я в кризис пройдет я получу плюс 2 к боевой мощи при нападении при атаке города и 200 очков мирового влияния зашибись ну и очки эпохи конечно так тут этим рабочим что я хотел сделать ну наверно наверно пока жемчуг обработаю а потом оливки пойду водяная мельница нет храм но сколько мне храмы этот вар есть потом но храм то мне нафиг не нужен миа веры нет достаточно веры скажем так ладно продолжим или давайте может катапульт дать катапульту построим все-таки две катапульты маловато ну я просто потом и хапну я надеюсь промышленное производство но я думал здесь сделать промышленное производство наверное все таки так и надо будет вот этим рабочим все кто ко мне хорошо относится всеми дружу эти колумбиеца еще не надумал уже 30 вот они 99 уже что-то более вменяемое предлагает так посольство португальца подожди у тебя же чай есть сахар у тебя есть египет ты чего у нас тут есть чем меняться и торговать мы с тобой будем хорошими торговыми партнерами отлично же 3 4 5 6 7 8 9 10 12 то есть я еще не встретил еще 12 цивилизаций в общем но можно союзы делать вопрос надо ли мне то есть если она пока не могу торговать с теми с кем я могу союз сделать хотя к минилику могу отправлять так как бы мне теперь мушкетером кого-нибудь убить блин колизей построили жалко я надеялся что получится когда-нибудь колизей все-таки сделать давайте пока подходить потихоньку лечимся но это не убийство это просто генерал тут стоит моего он свалил отсюда и тут больше никаких юнитов нету о дуболом какой-то может придет ко мне я его мушкетером убью так вот этого сюда на производственную площадь подрубаем на промышленную что плюс 8 производства это мне кажется зашибись а может еще кого-нибудь выманем захватить рабочего будет вообще зашибись тогда реально убьем так промышленная зона тут по плюс 1 мог веду к невозможно театра лачка а я вырубать же него я просто думал может тут где-то район стоите так и я не могу собирать ресурсы можно спокойно ставить тут две фермы до так госслужба открыта пошли на рпк в просвещение ли блин в торговую республику я бы торговую открыл поставил эти 100 процент производства и сделать все таки каравеллы я прошу тут они уже нужны но это слишком долго олигархи уже сменю принципе я нормально так накачал опыта а тут пушки первый посол не сменил ай-яй-яй так есть довольство в городах ну в принципе сейчас довольство и так нормально улучшение снижено за деньги деньги у меня и так есть я бы наверное действующий губернатор из двумя и более повышениями довольства и жилье то есть это на пингалу бы сработало с в театральной площади нет строители на два действия больше получают тоже вариант два жилья так давайте по совершу нас по жилью и по счастью счастья плюс 4 жилья 3 осталось плюс 5 3 тут вообще немерено жилья медленно растет а тут они растут что захвачен но и тут и жилья на все-таки довольствия меня более интересует для пингалы хотя с другой стороны одно удовольствие два жилья но и только на пингалу понимаете это то на многие города сработает но с другой стороны жилье вроде там достаточно не растут медленно до вопрос так конечно вопрос это я оставлю скидка в ресурсах вообще через два хода я поменяю на сто процентов к ландрайте на два хода поставим все-таки для пингалы чтобы столица еще больше ресов выдавала то плюс 5 это плюс 20 процентов к бонусу а через два хода все равно поменяю на карт на принудительную вербовку ну что захватит рабочего не захватят давай захватывай своим вот этим летучим отрядом мой блин еще походить должен до промышленное производство как искать она том островном городе будет нет научный союз ну в принципе почему нет в этом еще за это заплатишь гаси он не хочет а он хочу бьем утери за ту не слушай так дела не делаются ты хочешь со мной союз что шибать еще и заплатил у а захватил отлично так еще еще и копейщиком я как раз эти юниты против него лучше работают сейчас должны убить крупнейший город ваших границах и военные гресси бесславно проваливается у меня по идее сейчас плюс 2 должно быть против мапуча сейчас глянем а и против колумбии так нет парите плюс 10 блин умопущерплю здесь против я забыл опять об этом а где за кризис то где плюс 2 почему не вернулась с по прокачиваю немножко катапульты прокачиваю немножко арбалет так и вот теперь и прямые паруса пошли открывать бомбарды краса накоплю 10 селитры к этому моменту и 3 бомбарды апну ну а тут уже добью мапу и даже с плюс 10 тут не было смысла не выходить в героический век согласитесь так есть промышленная зона может отложить на один ход и начать сразу равеллы строить давайте я куплю здесь универ просто куплю деньги то у меня будут на будущее это и книгопечатание заодно ускорил чуть тут производства откладываю здесь не строю районы потому что не хватает жителей я хочу театралку сначала здесь построить поэтому дать пока мастерскую а тут я отложил здесь у нас аквейдук в ног мапу продолжаем потому что она прекратилась потому что юнит вражеский встал давайте наверное еще катапульту это на будущее корпуса бомбардов бомбард стоим в защите стоим в защите рисик рисик писик так слушать опять тут все обработано фермы пойти тут ставить что ли ну леса естественно вообще можно другой стороны леса с холмов поубирать повырубать но я не хочу этого делать пока города ну пока они станут полностью моими ну вроде все заканчиваю ход ой а кто это нам мир предлагает и уже даже платит ну я соглашусь это на 10 ходов я за 10 ходов не успею прямо пуча забрать и на него напасть тем более что я хочу перочить чан-шу забрать потом не вот с тобой точно нет нет все сердце поздравляет меня с высоким уровнем производства я молодец у меня высокий уровень производства так 121 161 я уже близок к венгру так меняем на торговую республику хватит нам опыт юнитом составляем бонус соседство промышленной зоны то елки так значит здесь плюс 2 влияния ну плюс 100 кампусу точно и здесь я еще поставлю блин а у меня же следующим ходом бомбарды то сейчас не поставлю плюс 100 процентов к морским юнитом да не сообразил пошли надо сейчас ставить скидка на 50 процентов в улучшении юнитов в ресурсах иначе бомбарды не апну ладно соседство кампуса соседство театральный номер по моему там одна пока только ну два действия строителям нафиг ну зачем театралка у меня одна верно раз ставлю опять гражданского этого на пингалу мне нравится плюс 20 процентов столицы ну и вот здесь у меня ненужное конечно это мне не надо первый посол мне не надо лояльность на получается золото за каждого ваше посол города государствах но это у меня и так золото дофига то есть не самая нужная мне штука ну в чем дело почему катапульта не стреляет в чем дело блин почему она подвинулась что за хрень сейчас произошла какого хрена если сейчас убьют катапульту вот отсюда долбанная игра какого хрена она отсюда подвинулась вами с того чтобы выстрелить два раза три раза нажимал просто трындец но это говно не стоит ли мне тут тратить заряды рабочих другой стороны там город этих рабочих клепает безостановочно ладно я тогда без карточки поставлю тут каравеллу строится два хода ну надо вот тут поисследовать я вообще это могу конечно юнитами делать даже возможно это быстрее будет но все юниты нужны все юниты важны я не хочу когда летучего отряда апгрейдить а вот этого можно не ну это реально подстава нереально могут мне убить катапульту это бред просто бред какого хрена она подвинулась я сейчас пытаюсь закрыть территорию но рыцари летучий отряд точно атакуют и они это сделают причем прокаченные на один уровень катапульта вот стояла тут катапульта тут нету ни леса ни холма почему она отсюда не стрелялась сюда а когда я просто нажал она просто подвинулась туда блин купить торговца не купить флотоводца могу купить но он такой себе дарвин 13 350 для меня стоит и обалдеть известный игрока плюс 52 очков ну наверно можно торговца покупать я думаю так ископить имя по-моему бегает на производство да и у меня доступны ископить и в пекин и споймапу в пекин на 21 нормально нормально давайте ископить и тогда пекин отправим так махал 19 ходов но это долго 1 нет не хочу катапульта на следующим ходом начнет бомбардой делаться это это долго катя мог конечно осадные башни используйте таран и средневековые стены катя давайте осадную башню построю тоже подведу и использую ага есть кампус на плюс 2 а промышленная зона тут на плюс 1 давайте наверное тогда туда кампус до промышленную зону плюс 2 плюс 2 ну там он на рабочий наверное приедет им я тогда вот эти или вот этим рабочим давайте туда кампус пойду тогда пока нету рабочего а что у нас с престижем слушайте а тут вот если поставить заповедник блин может может вместо а я не могу с центром города да ну слушайте походу все на заповедник ставите тут вот вокруг будет трындец какой-то да наверно так и сделаем может вообще с него начать ладно пока то все значит надо строить а давайте еще строитель в реально нечего строить следование открыто ну давайте дипломатическую служу как-нибудь ускорим пищевой чтобы ему денег заплатил отлично военный союз с венгрией к венгрии присоединился так виктор в нагмапу караван мы купили автоматическую службу ускорили ну что я уверен что сейчас эту катапульту убьют спасибо за говняный интерфейс и поиск пути фераксис вообще за такую фрустрацию на ровном месте не может быть ну это фигня полная ну ладно у меня есть все равно катапульты 3 я их подготовила я надеялся что их больше будет тут можно шпионов будет строить да давайте наверно торговую конфедерацию поменяю на производство шпионов быстрее ну а на этом пока все продолжение наверное увидите завтра а спонсоры канала могут прямо сейчас поискать во вкладке сообщества спасибо им кстати за поддержку спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока